Снова всем welcome, это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про медицину в Японии, про страховку. Итак, медицина в Японии. Медицина в Японии очень дорогая, могу сразу сказать, потому что в Японии и зарплаты выше, и медицина выше, но при этом, как сказать, качество медицины вполне хорошее, но оно рассчитано на более длительные сроки лечения. То есть у них все специально сделано так, чтобы вы платили как можно больше денег, как можно больше промежуток времени. Если же вы с этим не согласны, вы можете попросить там как-то ускорить или еще какие-то сделать медицинские препараты, посильнее выдать вам. Но доктор обычно, скажем так, старается избегать такой методики лечения и выдавать препараты, которые, ну, слабые, очень слабые. В Японии очень слабые препараты, намного слабее, чем в России продаются, и намного слабее, чем в Европе. И для азиатов они, эти препараты очень, скажем так, ну, они оказывают нормальное действие на азиатов, но на европейцев очень слабо, и порой они помогают. Если же, вот, к примеру, если вы заболели грипп, вот как я недавно, вот, болел, естественно, препараты, которые вылечивали, то есть грипп, там, какое-либо оказывали воздействие антибиотики, например, вам придется пить по три, по четыре таблетки из упаковки, то есть в противном случае это может вам не помочь вообще. То есть получается, что вы должны методом тыка, то есть методом проб и ошибок определить, какое количество медикаментов вам нужно употреблять, чтобы получить необходимую дозу антибиотиков для того, чтобы выздороветь. Конечно же, в разных странах это по-разному, то есть разные лекарства, разные эти дозировки, но вот в Японии могу сразу сказать, что примерно на два надо умножать дозу, вот то, что для японцев прописано, на два, либо же на три, то есть в зависимости от того, какое вы хотите, ну, поможет оно вам или нет. То есть если на два вот там умножили, и эта дозировка вам не помогла, то на три, соответственно. Так вот, в целом медицина хорошая, хорошая, но немного такая, распиздяйская, можно сказать, потому что в Японии не привыкли лечить европейцев, то есть они знают, как лечить японцев, но как лечить европейцев они не знают или не хотят. И многие доктора просто говорят, да у вас все хорошо, то есть вы себя чувствуете не очень хорошо, они говорят, ну все хорошо у вас, ну может быть вот это лекарство там попейте там чуть-чуть там, ну и все отлично у вас, у вас там ничего не надо менять, ничего там не надо делать, у вас там по результатам вполне все нормально, ну то есть вот так вот. И вы думаете, блин, ну наверное нормально, раз уходите домой, потом через неделю опять возвращаетесь. Они говорят, ну раз это, ну что-то у вас там болит, ну давайте посмотрим, давайте вот это лекарство попейте там месяц, и как оно подействует на вас, хорошо или плохо. Вы такой типа, ну окей, лекарство, так лекарство, что попили там раз, помогло, не помогло, ну то есть неизвестно, доктор иногда сам не знает, вот может быть это или квалификация, или такое вот отношение. Но у меня несколько раз такое было, что доктора отказывались, ну как отказывались, ну просто тупо вот так вот, как бы выписывали какие-то общие лекарства, которые там укрепляющие, или там помогающие, там витаминчики какие-то и все. То есть так, чтобы что-то какое-то, ну лечение назначать там интенсивное, то есть ну практически никто этого не делает. Японцев да, они полечат, а вот европейцев, то есть как бы, вот видимо у них такая вот, как бы способ лечения такой. Ну стоматология, естественно, дорогая. Стоматология дорогая, и это все дело очень дорого стоит, даже просто зуб вылечить стоит очень дорого. Если у вас нет страховки, если есть страховка, даже простая студенческая страховка, которая стоит там тысячи йен в месяц, она способна вам дать очень хорошую скидку на любое медицинское обслуживание, в том числе и стоматологию. Так вот, значит, стоматология стоит, например, если семейная как бы стоматология, то есть для семьи порядка, ну где-то один зуб вылечит где-то 2000 йен, ну где-то 2000-2500 йен. Если же там протезирование или еще что-то, ну там чуть подороже, но опять же протезирование идет металлическими, то есть стальными зубами. Если вы хотите металлокерамику или же, ну там, какой-то золотой зуб или еще что-то, то есть да, за это придется дополнительно платить. И оно не входит в страховку, то есть вам придется платить 100% стоимость, и, конечно, это выходит намного дороже. Например, один зуб может быть 40 тысяч йен, это где-то 20 тысяч рублей, где-то так. Ну то есть достаточно много. Если, ну то полностью, вот один зуб полностью как бы заменить, то есть на металлокерамику. Что еще? Ну там у японцев очень популярны эти вот брекеты, брекеты на зубы. Для азиатов они почти для всех делают, то есть там, ну и для европейцев могут сделать. Но это действие тоже дорогое. Если у вас вот кривые зубы, и вам нужно вылечиться, ну то есть выпрямить их, вы там заказываете вот эти брекеты там на эту самую, на верхнюю или на нижнюю челюсть, там, неважно, то вам это будет стоить порядка 700, ну 600-700 тысяч йен на весь цикл. Весь цикл это примерно, сколько по времени? От года до двух лет. То есть может и год занимать, может и два. И это достаточно много по времени и достаточно дорого. Помимо этого вам придется платить за каждый прием врача. Каждый прием врача порядка там, ну зависит от стоматологии, ну 5-7 тысяч йен, где-то так. И что еще? А, ну и вот всякие там инсталменты, ну то есть это как замеры, там анализы, все, вот это рентген. Это тоже придется все оплачивать заранее. Скажу так сразу, брекеты вот эти вот, как бы, да, корон, как это называется, да, брекеты, да? Брекеты не покрываются страховкой вообще никак. Так, нигде и ни в одной клинике в Японии. Поэтому за это все придется платить стопроцентную стоимость. Есть, конечно, скидки в разных клиниках, есть где-то там скидки там 20%, где-то 30%, зависит от клиники. Ну, в среднем примерно, как я уже сказал, где-то 600-700 тысяч йен за весь курс лечения. Если одну челюсть лечить, ну то есть там верхнюю или нижнюю, то подешевле, наверное, будет. Я не знаю, сколько точно. Примерно так вот. Соответственно, вот вы рассчитываете там где-то в общей сложности где-то вот до 700 тысяч, плюс вот каждый прием у врача там раз в месяц, а может быть там два раза в месяц там. Смотри как, я не знаю, там по-разному назначают это все. Лечение кожных заболеваний разных тоже достаточно популярное в Японии, потому что проблемы с руками там, с кожей рук там или вообще вот, то есть там, ну то есть много очень у людей, у японцев в частности. И это дело, конечно, стоит недорого, оно покрывается страховкой. Примерно один прием у врача стоит тысяча две где-то йен, может тысяча или тысяча две йен. Это с учетом страховки. Если же без страховки, то это плюс 70%. Ну то есть вот две тысячи там и плюс еще шесть тысяч, получается где-то восемь тысяч йен. Будет стоить без страховки. Страховка, по страховке вы оплачиваете только 30% стоимости этой услуги. Если же нет страховки, то 100%. Так что, если вы собрались что-то там полечить во время учебы, если у вас что-то заболело, сходите, оформите страховку. Она не обязательно для студентов, но если вы студент, вы можете иметь очень хорошую скидку даже на муниципальную страховку. Вот я как уже говорил, тысяча йен в месяц страховка будет стоить. Она оформляется в муниципалитете. Это в вашем городе. Климат, конечно, климат другой. Как я уже говорил, да, проблемы с кожей здесь у многих. Потому что климат другой. Летом он влажный, зимой он очень сухой. И из-за этого появляются там и перхоть, и всякие там тоже проблемы с кожей. Сухая там, шелушится или еще что-то. Но это все тоже дело покрывается страховкой. Но есть одно но. Шампуни и всякие бальзамы или там краску для волос лучше привозить с собой. С собой, в чемодане, сколько вы там на месяц, на два едете, на год. Вот привозите такое количество необходимых, чтобы вам хватило до конца вашего путешествия в Японию. В противном случае вы рискуете не найти здесь нужный шампунь и поиметь проблем потом еще с докторами. Потому что, ну, как бы вы будете к ним обращаться, а они не знают, что вам посоветовать. Вот серьезно. Я здесь спрашивал, да, они советуют там какие-то там, ну, какие-то лекарства небольшие там от перхоти. Вот. Это лекарство, оно как бы помогает немного, но зависит от времени года. Иногда, если вот в жаркий там, во влажный климат, оно наоборот не помогает. То есть, наоборот ухудшает, усугубляет это все дело. По медицине также для тех, кто, ну, как бы вот приезжает сюда вот с женой или с беременной женой, да, и планирует здесь рожать в роддоме в японском. По японским законам, если вы резидент, если у вас есть виза там рабочая, насчет студенческой неуверен, там рабочая или же там какая перманентная, то есть, ну, постоянный аджикен там есть, да, то государство оплачивает роды на стоимость где-то порядка 450 тысяч йен. То есть, если эта стоимость у вас пользования услугами роддома превышает 450 тысяч йен, то вы оплачиваете это из своего кармана. И сразу могу сказать, что люди, вот с кем я знаком, кто уже, у кого жены здесь рожали, они говорят, что лучше пользоваться частными клиниками, а не государственными. Потому что в государственных роддомах очень плохой сервис. Могут не подойти, могут забыть вообще про вас, могут просто, как бы, ну, как сказать, ну, не очень хорошее отношение, в общем, к вам будет там. И несмотря на то, что вы также им платите деньги, примерно те же самые, чтобы вы заплатили в частной клинике, но при этом качество сервиса гораздо хуже. Ну, по словам, вот, моих друзей и знакомых. Я сам лично не проверял, не могу ничего сказать, поэтому тут, как бы, сами смотрите. И, естественно, многих тут тоже возникал вопрос, что если ребенок родится в Японии, он будет автоматически считаться японцем? Нет, не будет. И он будет считаться гражданином той страны, откуда вы приехали, естественно. Чтобы это, как бы, все это узаконить, там выдается бумага из роддома, с которой вы должны идти в свое посольство, и там уже вам выпишут это свидетельство о рождении ребенка, вот, русское. И там запишут там фамилию, имя отца, там матери, то есть все, как бы, нормально. Да, также по медицине, что касается глаз, тоже в Японии очень много разных клиник, очень много разных институтов, которые занимаются лечением, восстановлением зрения и восстановлением, коррекцией зрения. Также это очень дорого стоит, могу сказать. Это стоит не вот прям, сколько точно, я не могу сказать, но очень дорого стоит. Все это лазерная хирургия, если у вас там есть. Но вот очки, если очки вы хотите купить, я бы рекомендовал идти в какой-нибудь магазин, не в 100 йенек, а примерно в какой-нибудь торговый центр. Там есть ЗОВ, например, или другой либо бренд, который специализируется на продаже очков. Самое, что хорошо, вы там же можете замерить ваше текущее зрение. Вот, например, у вас там было столько-то, да, а вы сейчас вот не знаете, сколько там, и очки вам уже эти, ну, не подходят, которые вы носите, вы хотите заменить. Вот идете, например, вот я ходил в ЗОВ, там, приходишь, они делают проверку зрения. Это все бесплатно, проверка, все они там показывают, сколько там чего зрения. И, соответственно, вы можете заказать у них очки. Вы там выбираете себе оправу, выбираете себе линзы там, например, с угольным напылением там, или там сапфировое стекло, или же там разные, там для компьютера есть. Вы, значит, себе выбираете, какой вы хотите, какие линзы. Можно прям все в одной добавить, это как бы опционально. И все, как бы, вам через какое-то время делают эти очки. Там буквально, не знаю, по-моему, пол... Ну, в зависимости от того, что вы заказали, бывает в этот же день выдают, бывает там через несколько дней, ну, вот если они там заказывают где-то на заводе. Ну, и все, как бы, вот делают, и вы забираете. Примерно стоимость, ну, хороших очков где-то 10 тысяч, ну, 10-12 тысяч йен, где-то так, да. И это стоит где-то 5-6 тысяч рублей, где-то так. Я точно не помню, но там в зависимости от, как я уже говорил, опций и оправ. То есть, выбираете. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Также делитесь этим видео с друзьями, да, и пишите свои вопросы и комментарии. Мне интересно почитать и поотвечать также на них. Возможно, вас интересуют какие-либо другие темы, о которых вы бы хотели узнать о Японии. Ну, все, с вами был Дэн. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok